Всем здравствуйте! Сегодня в рубрике 100 шагов портного мы рассмотрим моделирование рукава тюльпан. Этот рукав очень красивый, интересный, применяется очень часто в такой легкой одежде. Можно этот рукав сделать и более коротким, да, вообще коротеньким будет смотреться интересно. Можно этот рукавчик удлинить. Вот я сейчас сделала так рукав, что он нахлёст, вот этот вот он переходящий идет на спинку. Я только сам-сам рукавчик сделала. И можно этот нахлёстик сделать, чтобы он был и на другую сторону. Сейчас мы рассмотрим, как такой рукав смоделировать. И если у вас не хватает, допустим, ткани, то этот рукав прекрасно-прекрасно вас может спасти. Для моделирования нам понадобится выкройка рукава. И вот у нас на выкройке рукава с вами имеется вершинка. От этой вершинки мы будем отступать в одну и в другую сторону одинаковое количество сантиметров. И здесь нет ограничений. Значит, я взяла на миллиметровке, специально пересняла и сейчас вот провожу линию. Эта линия, это будет как бы серединка рукава. И здесь мы с вами можем рассмотреть, что если я, допустим, возьму и, ну, вот таким вот образом, сейчас вот я измеряю, допустим, 9 сантиметров, да, в одну сторону и 9 сантиметров в другую. Я беру просто вот так вот, даже не выкладывая, а просто под определенным углом. И теперь смотрите, вот мы с вами берем и прорисовываем, допустим, да, вот пошел у нас рукавчик. Вот одна часть лепестка и вторая часть лепестка. И здесь мы с вами сразу можем просматривать, что вот здесь вот нужно еще чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот сделать. То есть приблизительно на серединку мы должны с вами выйти. И далее, вот вы смотрите, насколько у вас открылась, да, вот открылась вот эта вот часть рукава, она будет приоткрыта. Мы можем этот рукав сделать либо более вот таким вот вогнутым. Если вы хотите больше руку, допустим, прикрыть, нам никто не запретит, чтобы мы прорисовали вот так вот. И у нас получится рука более прикрыта. Либо вы хотите, чтобы у вас лепесток был вообще вот таким вот, вот он, допустим, небольшим, да, мы можем взять еще меньше и можем приоткрывать руку больше. Вот я специально рисую другим цветом. То есть вариантов может быть много. Какую вы конфигурацию нарисуете, насколько вы хотите руку приоткрыть, настолько вы и приоткрываете. Я буду брать такую среднюю. Давайте вот как мы проводили. Вот здесь вот. Вот так вот я сейчас синим наведу. Одну сторону. И вторую. Вот смотрите, я взяла, пересекла. Вот у нас получилось пересечение. Вот так вот прям берем и вырезаем. При этом, если вы хотите, чтобы у вас вот эти вот части были абсолютно идентичны, мы потом можем взять с вами, сложить и получить одинаковые абсолютно части рукава. Вот эта часть, вот прорисованная, она будет идти двойная, то есть внахлёст. Поэтому нам необходимо будет сделать вот что. Взять бумагу, которая просвечивается. Это калька в нашем случае. И вот я беру, допустим, и обвожу вот эту вот часть. И вот здесь вот тоже. Вот так вот. То есть вот я получила вот центр у меня. Центр обозначаю. И теперь беру, срезаю. Одну часть я отрезаю. Вот здесь вот тоже я отрезаю. И вот смотрите, теперь нам необходимо совместить. То есть вот что нам сделать нужно. Добавить вот эту деталь, недостающую. И мы получаем уже две детали рукава. Этот рукав очень хорош, допустим, если у нас мало ткани. Вот бывает такое, что ткани мало. Мы начинаем выкладывать, у нас не хватает ширины, чтобы сделать полностью выкройку рукава. Ну вот я, если вот так вот возьму, ну, образно говоря, ширина рукава, допустим, 40 см. У кого-то 42, у кого-то 38. А ткани у меня мало. Ну вот кусочек длинненький, но мало. Значит, я могу взять одну деталь, вторую деталь и раскроить отдельно. Сейчас я вот так вот уберу все лишнее. А можно этот рукав также сделать цельнокроеным. То есть вот так вот, тогда припуски на швы мы не делаем. И, ну, естественно, расход ткани у нас тогда ширина должна быть еще больше, да? Если вот мы не будем делать шов. Тогда мы вот здесь вот просто соединяем и накладываем. Накладываем друг на друга. И вот здесь вот этот нахлюст, который мы делаем с вами, то мы обязательно совмещаем высшую точку рукава. Поэтому здесь мы делаем вот так вот надсечки. И еще то, что я вам говорила, что можно этот рукавчик как бы полностью выровнять. Сейчас вот я его совмещаю, вот как он должен идти, да? Можем с вами сделать еще вот здесь вот надсечку, вот здесь надсечку. Чтобы знали, где у нас идет пересечение. Вот я провожу центр и выкладываю. Понятное дело, что у нас, допустим, вот здесь вот разные будут высота. Разная будет. Но вот в этом месте мы можем сделать рукав абсолютно-абсолютно одинаковый. То есть берем с вами, допустим, и выравниваем, да? Вот здесь вот эту часть я совместила. И если мне нужно будет что-то подровнять, то я беру вот так вот складываю. И вот я пошла-пошла. И дальше могу вместе, складывая два вместе, вот и я дохожу до центра. Вот здесь вот я все выровняла. И получили вот мы рукав. Теперь, что еще как бы важно. Если вы хотите нахлёст рукав справа налево, слева направо, то есть чтобы у вас был либо спереди, допустим, видно, либо со спинки нахлёст. Пожалуйста, как хотим. Но когда мы вшиваем рукав, то вот эти вот части, срезы, должны быть уже обработаны. Обработаны. То есть это очень важно. Мы не можем с вами взять, вшить рукав, а срезы оставить открытые. Значит, мы сначала делаем обработку, а потом уже сшиваем. Сейчас раскроим, и рукав можем увидеть уже, как он будет выглядеть. Как обрабатывать рукав? Можно в подгиб, можно, допустим, косой бейкой, можно обработать здесь, делать маленькие рюшки, можно просто его обработать, допустим, косой бейкой изнутри, в подгиб, и так далее, и тому подобное. Московский шов можно бесконечно продолжать, потому что всё это будет зависеть от ткани, с которой мы работаем. Надеюсь, видео для вас было полезным. Желаю всем удачи, будьте все здоровы, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok